Также упростится процесс передачи земельных участков компаниям, которые готовы достраивать многоэтажки за недобросовестными подрядчиками. Все это должно помочь дольщикам получить квартиры как можно быстрее. Изменения в законопроект сегодня обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. По словам главы региона, проблемы обманутых дольщиков и незаконного строительства – одни из самых острых на Кубани. Чиновникам на местах губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей край неприкасаемых не будет. Есть конкретные, виновные в каждой ситуации, которые допустили именно подобные ситуации. Есть те, которые читали документы, понимая, но почему-то их подписали. Есть те, которые согласились с судебными решениями и с фактом проживания там людей. Это в первую очередь власть. Я еще раз подчеркиваю, я первую ответственность возлагаю на власть. На тех, которые должны обеспечить в том числе комфортное проживание людей в нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, а не в самостроях. В Краснодарском крае продолжается война с самостроями. Только в прошлом году в суды было подано более тысячи исков о сносе капитальных строений. Из них 71 – это многоквартирные дома. На встречу губернатора и заместителя генпрокурора принято решение о межведомственном взаимодействии в борьбе с самовольным строительством.